Всем привет! Сегодня 27 ноября, вчера был мой день рождения. Вчера, так как не было времени, замотались мы. А сегодня я пригласила своих родителей, и сегодня я свой стол полностью накрыла ПП. То есть, кто придерживается правильного питания, кто сидит на диете. Этот стол у меня без сахара получается, мои блюда все, без добавления белой муки. Вот, ну, впрочем, сами смотрите, оцените. Так, начинаем сам рецепт. Сегодня я буду делать медовик, медовик ПП. Вот, для этого мы возьмем мед 100 грамм. Желательно, чтобы мед был жидкий. Если он у вас густой, вы должны разогреть его на паровой бане и остудить его. У меня мед цветочный, и он такой уже жидковатый. Берем, значит, мед 100 грамм, яйца 2 штучки и заменитель сахара. У меня фит-парад, так как мы, я делаю торт ПП, поэтому у нас все должно такое полезное быть. Вот, здесь, в принципе, одной хватает, заменитель, но я возьму пару штучек. Хотя мед тоже, в принципе, сладкий. Все, хорошо его смешиваем. Я все извешиваю на весах, у меня вот такие вот весы. Все отмеряю строго по инструкции, потому что я впервые делаю рецепт ПП. Обычно, если было бы не ПП, я бы делала на глаз, но в этот раз я хочу сделать ПП. Значит, отливаем 100 грамм мёда. Яйца предварительно вам необходимо обязательно помыть. Я всегда их держу в соде минут 15, даже в соду и уксус чуть-чуть. И уложим сюда заменитель. Один, кстати, вот такая вот, одна пачечка, пакетик заменяет, 2 столовые ложки сахара. Хорошо вот так перемешиваем. Пить надо венчиком его. Все, и вот так его взбиваем до однородной массы. Вот так пусть взбили. Далее берем муку цельнозерновую. Я ее смешала в этот раз с кукурузной для того, чтобы... Я его смешала в этот раз с кукурузной для того, чтобы цвет был такой прям красивенький, желтенький. Мне как раз рецепта пишут только кукурузную. Но в этот раз я смешаю, потому что у меня есть немножко осталось кукурузной, как раз с цельнозерновой. Муки необходимо 300 грамм. Смешиваем с содой. Соды необходимо 10 грамм. Просеиваем обязательно, чтобы мука насытилась кислородом. Просеиваем. Вы знаете, я заметила, вот у меня по рецепту 300 грамм, правильно же? Но я ложу частями, потому что бывает, что у кого-то мед сильно жидкий, вот. У кого-то яйца там более крупного размера, вот. Ну вот я положила здесь 250 грамм. То есть у меня, в принципе, хватает. Если будет прилипать к рукам, я потом уже добавлю. Поэтому смотрите. Такое тесто должно быть вот такое вот прям. Видите? Плотненькое тесто, как на пельмени. Потом мы его ложим в салофаночку. И ложим в холодильник на 40-60 минут, чтобы оно там стояло. Делаю другой рецепт. Буду делать сейчас ватрушечки. Так, делаем следующий рецепт. Делаем ватрушечки. ПП ватрушки. Раньше я делала ватрушки из обычной муки пшеничной. В этот раз я решила сделать тоже из ПП муки. То есть цельнозерновой. Вот. Ни белого, ни высшего сорта, да. Для этого мы возьмем 200 грамм творога и 2 яйца. Хорошо необходимо разомнуть вилкой. Вот. После того, как мы разомнем, потом добавим мед, соль. Ну, этот, сахарозаменитель. Но я буду вам говорить. Вот сейчас нужно вот разомнуть с двумя яйцами. Все. Можно даже, в рецепте говорится, что можно даже погружным блендером его взбить, чтобы масса была однородной. Можно венчиком его взбить. Творог я беру хороший, домашний, жирненький такой. Вот так нужно разомнуть его. Да, можно прям даже взбить и венчиком. Ну, я думаю, мне будет так хорошо. Все. Добавляем мы немножко щепотку соли. И добавляем или сахарозаменитель и мед. Но я добавлю мед. Сахарозаменитель, значит, ложим мы на одну чайную ложку или меда одну чайную ложку. Я положу мед одну чайную ложку. Мед у меня вот такой вот цветочный. Все. Вот так мы все смешали. Вот такая однородная масса у нас получилась. После этого нам необходима рисовая мука. Есть мука глютениус. Прямо там написано вот так, глютениус. Но глютениус мы не используем, потому что в ней содержится клейковина. Мы используем обычную рисовую муку, которая не содержит глютена. Ее нужно, знаете, буквально 140 грамм рисовой муки. И смешиваем мы его с разрыхлителем. Одну чайную ложку разрыхлителя вместе его просеиваем через сито обязательно. Кстати, муку можно сыпать на глаз, потому что зависит все тесто от влажности творога. Если оно влажнее, то тесто потребуется побольше. А может быть яйца у вас больше размера, правильно же? Поэтому примерно ложим 150 грамм больше-меньше, плюс-минус 20 грамм. Вот. И замешиваем тесто. И замешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получается. И за свойств рисовой муки тесто может прилипать к рукам. Мы так его должны оставить на 15-20 минут в стороночке. Мы можем пока его оставить в стороночке, чтобы оно стало более эластичным. И сейчас я буду делать начинку на эти ватрушечки. Так, для начинки мы используем также творог, мягкий. Можно использовать, но я в магазине не нашла мягкий творожок. Поэтому берем этот творог, но он у меня такой мягенький, хорошенький такой и жиденький. Вот. 140 грамм. И смешаем с белком. А желток оставим для смазывания. Все. И добавляем сюда также на 0,5 чайной ложки меда или сахарозаменителя по вкусу. Я, наверное, добавлю мед. Так как у меня творог, видите, не такой мягкий, как хотелось бы, поэтому можно даже его пробить погружным блендером. Я, наверное, сейчас немножко оттолкнусь от рецепта и добавлю немножко сметанки. И собью с погружным блендером, чтобы получилась однородная масса. Буквально 2 столовые ложечки. Мне вот так хватает. Хочу сбить, чтобы получилась прям однородная красивая масса. Она будет похожа как раз-таки на мягкий творожок. Вот, смотрите, какое оно получилось у нас. Так, я в творог добавила изюм. А так вообще в готовые ватрушки сверху нужно положить прям ягоды. Ваши любые пожелания. Но я добавила сухофрукты. В данном случае у меня здесь изюм. Так, тесто у нас здесь уже постояло. Мы размешиваем его на колобочки. Так, вот у нас 6 у меня получилось таких штучек. Как раз для нас шестерых человек. Пятерых человек это лишнее. И вот любым стаканом подходящим делаем углубление. Ну, чтобы были как ватрушки. Чего-то стакан у меня большеватый, да? Ну, ничего, ватрушки потом поднимутся. Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, оно прилипает к рукам, я руки смазываю растительным маслом. И стакан тоже я смазывала растительным маслом. И вот так вот получилось такое углубление. Выкладываем начинку. А потом все смазываем яичным желтком. Одну ватрушку я сделаю полностью без изюма. Почему-то мой сын прям не любит изюм. Такое и бывает. Тоже такое бывает, да? Все, желток мы взбили. Теперь смешиваем. Вот как раз-таки вот на этом этапе можно украшать ягодами и запекать. И вот так мы желтком все украшаем. Предварительно духовку необходимо включить на 180 градусов. Пусть пока она нагревается. Ну, пока все вот так делаем. Вот. Можно даже, вы видите, еще побольше ватрушки сделать размером. У меня, в принципе, весь желток ушел на оформление ватрушек. Так, духовку ставим на 25 минут. Ну, до румяности. Так, тесто мы вот поделили на несколько частей. Ну, можете поделить на 8 или там 9 частей. И каждая мне примерно весит от 50 до 60 грамм. Все. И потом каждую мы раскатываем. Раскатываем примерно, чтобы была его диаметра примерно 20 сантиметров. Будем такой делать маленький бенто-тортик. Вот, смотрите, при раскатке теста отличие, да, цельнозерновой муки от пшеничной белой. Белой больше клейковины, поэтому оно вот такое прям тоненькое можно раскатывать. И здесь начинает уже обрываться. Видите, тесто. Поэтому из 9 мне пришлось делать 6. Вот, 6. Поэтому добавила, чтобы было потолще. Но все равно рвется. Ну, потому что это особенность именно теста из муки цельнозерновой. Таким образом мы все раскатываем. Примерно диаметр от 20 сантиметров, как бенто-тортик. Все, буквально, знаете, 10 минут до золотисто-румяной корочки и все. И вот такие все коржи мы выпекаем. А мои ватрушечки уже готовы. Все, смотрите, мои ватрушечки уже готовы. 25 минут сидели в духовочке. Так, мужчины у нас убрались. И коржи у меня тоже уже готовы. По 10 минут выпекала. Сейчас мы их остужаем. Вот так, видите. Дождемся, чтобы они остудились. И сейчас я буду делать кремушку. Так, сейчас делаем крем на медовик. Значит, берем 400 грамм сметанки. У меня здесь 375, плюс я добавлю ту старую. У нас сметана есть еще. Она не такая старая, в принципе, нормальная. Плюс мы добавляем 400 грамм натурального йогурта. Вот так как натуральный йогурт мы не нашли в магазине. Вчера ездили в магазин, но не нашли натуральный йогурт. Были все с добавочками, с сахаром. Поэтому я решила добавить домашний кефирчик. Я думаю, 800 грамм крема, думаю, наверное, слишком многовато будет. Вот. Может быть, даже лучше сюда... Нет, творог не буду добавлять. Наверное, все-таки этот. Добавлю вот этот. Вот. Лучше натурального йогурта. 400 грамм надобавить, а я его что-то не измерила. Ну, я думаю, 400 не буду добавлять. Грамм 100-200 добавлю. Думаю, столько хватит. 100 грамм. Смешиваем. Мы добавляем загуститель, заменитель сахара и ванилин. И, кстати, необходимо все взбить миксером. Заменитель сахара, да, мы по вкусу ложим. Может быть, чуть побольше положим. Ванилин, щепотку. И загуститель для сливок сметаны 16 грамм. Вот такой вот загуститель я купила для сливок, да? Загуститель для сметаны. Вот такой. Вот как раз 16 грамм вот такой у меня. Полностью все добавляем и все. Значит, ложим туда по вкусу фит-парад, положили на загуститель и ванилин. Положим прям целую пачечку сюда. И все забиваем миксером. Смотрите, какая воздушная масса у нас получилась. Я никогда не использовала в своей работе загуститель сливок. Ой, загуститель сметаны. Есть еще загуститель сливок. Я взяла здесь загуститель сметаны. И все. Сейчас мы будем смазывать. Ну, вообще, по идее, мы должны эти коржи обрезать аккуратненько и сложить. Но у меня в этот раз коржи совсем получились маленькие, поэтому лишний раз обрезку не буду делать. Вот, смотрите, мои коржики. Видите? Здесь даже обрезать не надо. А вообще, по идее, в будущем можно делать чуть побольше, да? И вот прям вот так все обрезать. А вот этой крошкой потом прям посыпать бока. Но я хочу, чтобы в этот раз у меня было прям все беленький, белоснежный тортик. Все. И мы теперь каждый корж прослаиваем кремчиком. Вот, смотрите, такой у меня тортик получился. Сейчас я украшу его ягодками. И все. Вообще, мы должны пропитаться еще. Постоять где-то 7 часов. Но обычно, если с вечера я делаю, так всю ночь постоит. И все, и на следующий день можно кушать. Ягодками сейчас украсим. Вот такие у меня замороженные ягодки. На зиму мы замораживаем их. Немножко подтаяли. Теперь можно будет украсить малиночкой. Так. Все, вот таким способом я украсила. Все. И поставим его. Но я хочу, чтобы мне быстрее было готово. Поэтому холодное место сильно не буду ставить. Поставлю его дома. Так. Сейчас хочу приготовить спринг-роллы. Спринг-роллы с начиночкой, с креветочками. Креветки я купила уже отварные, замороженные. Здесь их 30 штучек. Вот. Обжарила их на чесночном масле. Если у кого нет чесночного масла, можно просто взять масло, закидать туда чесночок. Вот. И когда уже чеснок станет уже такой уже поджаренный, так уже на этом масле можно уже жарить креветки. Ну, там несколько минут с одной и другой стороны. Я взяла зеленый лук. Я уже нарезала зеленый лук. У меня, значит, нашинкованная кинза. Листья. Вот этого пиача. Можно листья салата. У меня и пиача было. Вот. Можно так мелко не нарезать. Можно просто крупные листы делать. Морковку нашинковать. И вот это огурцы можно было тоже длинными перьями. Но я решила тоже нашинковать. Все. А теперь будем складывать. Берем вот такие вот листы. Один лист обмачивает их в воде. Все. Значит, я поменяла. Здесь лист вот так положено. Буквально на несколько секунд. Чтобы он стал мягенький. Все. В принципе, он мягкий. И можно уже начинять. Что мы будем делать? Так. Сюда мы ложим. Три креветочки. Прям с краюшку. Три креветочки. Потом на креветки мы ложим. Вот так. Чуть-чуть капустки. Кстати, еще помидоры черри нужны. Потом немножко морковки на ваше усмотрение. Кто как любит. Огурцов. Все. И вот черри. Если черри нету, можно помидорки. Другие. Все. И складываем. Значит, я не знаю, у меня получится, не получится. Это такая ювелирная работа. Боже мой. У меня уже все приклеилось. К тарелке. Делаю впервые вот так вот. Получается таким вот образом. Вот. И таким образом мы все сделаем со всеми. Давайте еще один делаем. Вот так ложим. Давайте еще сделаем. Берем вот так вот три креветочки. ложим капусту сверху. Немножко морковки, огурчиков. Лук. Лук. Кинза. Кинза. Так. И две помидорки. Все. Вот так. Или закручиваем. Вот так получается. Все вот так проделаем со всеми. Смотрите, какие красивые цветочки мне подарила Женька. Очень обожаю именно такие вывернутые розы. Так. Это подарили мне девочки с Евразийского банка. Очень приятно. Ну, я им сказала там, что я приду. Ну, мне по своим надо было делам. И тут Жен Сая и другие вот такой сделали подарочек. Вот такой вот блокнотик подарили. Очень приятно. И сбегали рядом Фаберлик. Купили утраконниционер для белья. И кремчик для рук. Мелочь. А приятно. Хоть я сама занимаюсь Фаберлик. Поэтому очень даже неплохо. Пакет прям шикардосный. Так. Купила себе. Вернее, не купила. А купила книги на сертификат, подаренный от моих детей. Смотрите, там было очень много разных книг всяких. Прям глаза разбегались. Все хотела купить. Вот. Ну, выбрала такие книжки по психологии. Живу, как хочу. Иди туда, где трудно. Хочу и буду Лобковского. Вот. Поэтому буду читать я. Будут читать мои дети. Вот такие вот полезные штучки. Смотрите, какие цветы красивые. Мои любимые вывернутые розы. Спасибо большое. Стараемся. Прям этот цвет прям такой розовенький. А Женька подарила немножко бежевые. Видела, да? На фото. Не видела? Статус мой не смотришь? Да. Мне такие цветы нравятся. Вот эти, смотри, они такие плотные. Видишь? Уже стоят с вчерашнего дня. А это немножко схалтурили. Вот это и вот эти две. Я не знаю, сколько стоит. Это мне Женька подарил. Смотри. Они вот такие, а это вот такие. Почти одинаковые, да? Оказывается. Миша. А что деньги? Деньги меня не интересуют. О, да ты что? Мне что-нибудь материальное почувствовать. Спасибо. Вот такой вот у меня тортик. ППшные у меня творожные ватрушки. Медовик. Вот этот у меня тортик, правда, не ППшный. И вот такой вот. И вот так у нас мы два блогера. Друг друга перебиваем. Друг друга снимаем. Так, здесь у меня идут что? Роллы, да. Спринг роллы. Я их так полюбила. С креветками. Там все овощи, все полезные. Ну, настоящий калийский стол. Все полезные. Вот это, кстати, салат Тбилиси. Очень вкусный. Салат Тбилиси с мясом, с болгарским перцем, с фасолью. Салат, как называется? Тбилиси. Тбилиси? Да, прям консервированная фасоль. Мне очень понравилось. Это, вкрученный перец не надо? Нет, некоторые бывают с сахаром. Даже соки мы в этот раз и взяла без сахара. Здесь все, вообще сахара нет. Единственное, может быть только в чемпиенях, я не знаю. В чемпиенях сахар есть? Есть, да, сахар? Вот. В чемпиенях. Так, вот так выглядит торт у нас в разрезе. Уже пропитался. Было намного больше крема. Все уже впитался. Как? Вкусно. Крем. А? Вкусно. А это с медом, да? Тесто? Да, это же медовик. Угу.